МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Эфир продолжает вести Ульяновск. В студии Ирина Силкина. Здравствуйте. И вначале главные темы. Беженцев из Мариуполя принимает Ульяновск. Месяцы два дня. Не видели вообще света. Не видели. Из первых уст от трагедии осажденного города в репортаже Максима Бажанова. Ревизором цен на продукты может стать каждый. Администрация города завела телеграм-канал для обращений. Это одна из самых актуальных на данный момент жалоб от населения. Это именно повышение цен. Подробнее расскажем в выпуске. Возведение небольшого театра идет полным ходом. Там, где торчит арматура, это очертание портала, рампы, сцены. За которой будет находиться, ну, мы называем, оркестровый ямок. Но есть и проблемы. Что будет с новым зданием в условиях санкций? Смотрите далее. Знак времени. Ульяновск вновь принимает беженцев. Из Украины накануне в наш регион прибыли 500 человек. Среди них много детей. Есть инвалиды-колясочники. Поезд «Таганрог-Ульяновск» встречал наш корреспондент Максим Бажанов. Волонтеры, медики, соцработники и полиция. На станции «Ульяновск-3» сегодня непривычно много людей. Все они готовятся встретить поезд из «Таганрога». На нем приедут люди, прожившие ад. Вынужденные переселенцы из Мариуполя, где сегодня идут ожесточенные бои. Среди пассажиров не только женщины, старики и дети. Наши солдаты спасали всех, кто оказался в заложниках боевиков АЗОВ. Немало среди приезжих и инвалидов. Им начали оказывать помощь сразу на перроне вокзала. Предоставили коляски и специализированный транспорт до пунктов размещения. Максимально все условия собрали. Отдыхайте. Набирайте сил. Все будет хорошо. Жители Мариуполя провожают к автобусам по группам, чтобы не было столпотворения. В наш регион приехало 517 человек. Пятая часть из этих людей – это маленькие дети. Их всех разместят в Ульяновске, Димитровграде и Ульяновском районе. Это в основном гостиницы и санатории. В каждом из пунктов размещения волонтеры подготовили гуманитарную помощь на первое время. Предметы личной гигиены и продукты питания. Также, если кому-то потребуется медицинская помощь, на местах круглосуточно дежурят специалисты в деле и соцзащита. Будут помогать расселяться по комнатам с вещами, у кого дети, организовывать размещение детей, предоставлять необходимую мебель, кроватки детские, необходимый инвентарь. Собирать также данные о том, какие вещи требуются. Будет организована полноценная работа. Такая помощь людям необходима. Месяцы два дня. Не видели вообще света. Не видели. Информации не было. Воды не было. Одна мармеладинка в день. Там осталась моя сестра в Мариуполе. Я не знаю, вышла она, не вышла. Невозможно было вылезти и пробежать квартал. Из Мариуполя бежали без оглядки, без вещей, без документов. Люди просто спасали свои жизни. Вот, например, семья Клименко. По их рассказам, они больше трех недель жили в подвале собственного дома. Без воды и еды. Не укрывались от взрывов. Их туда согнали. В основном все уничтожали, это украинская армия. В основном Азов. Они не давали ни воды, ни еды. Они даже выгоняли людей из квартир. Занимали квартиры, обзоры, чтобы у них простреливались дороги и все остальное. На Альпера у нас сидели на крышах, прямо на девятиэтажках. Со слов мариупольцев, в таких условиях жили все, кто сегодня прибыл в Ульяновск. Отсюда ссадины, синяки, пустота в глазах и истощение. Людям нужно время, чтобы прийти в себя. Регион всячески с этим поможет. Сомнений нет. Максим Бажанов, Денис Миронов. Вести. Ульяновск. Кто контролирует уровень цен в ульяновских магазинах? Сотрудники городской администрации. По их словам, они ежедневно сверяют стоимость социально значимых товаров. Больше 50 наименований. Ценники фиксируют в специальных бланках, а к концу недели у специалистов вырисовывается общая картина. Как меняется минимальная, максимальная и средняя цены. Такие проверки проходят во всех магазинах города. Мониторинг цен производится у нас в ежедневном режиме как администрации города, так и ее структурных подразделений. Жалобы такие действительно сейчас очень часто. Это одна из самых актуальных на данный момент жалоб от населения. Это именно повышение цены. Еженедельно эта информация обобщается, анализируется и отправляется в Минсельхоз в Ульяновской области и далее в Минпромторг Российской Федерации. Для того, чтобы уже эти организации могли принимать меры к тем, кто завышает цены. Ревизором цен на продукты может стать каждый. Администрация города завела телеграм-канал «Ульяновск против роста цен». Если вы заметили резкий скачок стоимости той или иной продукции, делайте фото и отправляйте его на ранее указанный канал. В администрации также призвали не скупать продукты в большом количестве без необходимости. Искусственный ажиотаж – одна из причин роста цен. Прокуратура предостерегла директора Ульяновского сахарного завода от завышения цен. С просьбой проанализировать вопросы ценообразования в федеральных торговых сетях к прокурору обратился глава региона. Только за последнюю неделю сахарный песок подорожал на 14%. В ходе мероприятий обсуждены основные аспекты взаимодействия СУФА с Россией по области и уполномоченными региональными органами исполнительной власти. С целью недопущения фактов совершения участниками рынка действий, направленных на завышение стоимости цен на товары первой необходимости, в том числе на сахар-песок на 14%, злоупотребление доминирующим положением органами прокуратуры области объявлены предостережения руководителю АО «Ульяновский сахарный завод», которая является единственным производителем сахара в регионе, а также руководителем крупных ритейлеров. Также прокурор Ульяновской области обратил внимание руководителей банковских организаций на недопустимость изменений в одностороннем порядке процентных ставок и иных условий кредитных договоров. Небольшой театр обретает стены. Цоколь и первый этаж нового здания уже возведены. Посадочные места в зрительном зале увеличатся до 300. В новом театре будут две площадки для репетиций, кафе, просторное фойе и гримерки для актеров. Но главное – внимание сцене. Она будет современной, с креативным освещением и мощным оборудованием. За моей спиной уже находится будущее очертание сцены. Там, где торчит арматура, это очертание портала, рампы сцены, за которой будет находиться оркестровая яма, которая будет снабжена лифтами. Чуть дальше вы видите уже закладные конструкции под круг сценический. Там будет круг, кольцо поворотное, которое смогут крутиться в одну сторону, в разные стороны. Здание будет трехэтажным, разноплановым и непростым в строительстве. Но трудности оказались в другом. Из-за политической обстановки исчезли импортные материалы, которые планировалось использовать в конструкции. Однако варианты нет. Сейчас у нас закуплен весь материал на весь каркас здания. То есть мы планируем в графике, у нас стоит август месяца, окончание полного каркаса. То есть мы каркас в августе месяце заканчиваем и переходим уже к отделочным работам. С отделочными работами сейчас ведем переговоры с поставщиками. Где-то что-то пытаемся купить, заменить. Сдача объекта запланирована через год. К тому времени в театре намерены расширить труппу и разнообразить репертуар. Новый ТЮЗ сможет не только радовать ульяновских зрителей, но также сможет принимать гастроли и проводить фестиваль. Это «Вести Ульяновск». Мы продолжаем. В Ульяновске продолжается диспансеризация граждан, перенесших коронавирусную инфекцию. В Центре социального обслуживания населения «Исток» провели очередную лекцию о необходимости постковидного обследования. В настоящее время доступна как обычная диспансеризация, о которой все уже знают, наслышанная. И также углубленная диспансеризация после коронавирусной инфекции. Мы рекомендуем проходить ее спустя два месяца и более после перенесенного ковида, поскольку именно за этот промежуток времени формируются основные осложнения коронавируса, основные последствия, которые мы можем контролировать, своевременно назначить лечение. Врач напомнила, что последствия во многом зависят от того, были ли сопутствующие хронические заболевания у пациента до перенесенной коронавирусной инфекции. В прошлом году, в октябре месяце, мы заболели. Получилось так, что вся семья у меня, мы были привитые. Но как-то в одно время температура поднялась у всех. Но так как мы привитые, болезнь протекала в легкой форме. Но вообще, последствия до сих пор, я хочу сказать, они как-то ощущаются. Например, слабость постоянно. Не то, что постоянно, но бывает слабость. Хочется полежать. Ну а так, вроде бы ничего. Коронавирус осложняет имеющиеся в организме заболевания и в основном отражается на людях пожилого возраста. Но и у молодых, в том числе и у тех, кто перенес инфекцию в легкой форме, возможны проблемы со здоровьем. Возможно, отдаленные последствия в виде нарушений памяти, внимания. Девушки молодого возраста жалуются на выпадение волос, нарушения со стороны кожи, пищеварительного тракта. В принципе, можно сказать, что со стороны всех систем и органов имеются нарушения, которые мы можем своевременно диагностировать и лечить. Диспансеризация проходит бесплатно. Достаточно прийти в поликлинику по месту прикрепления и обратиться в регистратуру. Либо сразу в отделение профилактики для дальнейшего оформления на процедуру диспансеризации. Вернуть свою жизнь в областной клинической наркологической больнице помогает людям не только преодолеть зависимость, но и социализироваться. Восстановить, а иногда даже и приобрести новые навыки, с которыми граждане снова могут быть полезны обществу. Об одной из таких историй наш следующий материал. Вот это небольшой такой, как сказать, на наш гимн взяли слова поэта Заболоцкого «Не позволяй душе лениться». Олег Булатов с гордостью показывает альбом, где собраны события из жизни реабилитационного отделения. Издание оформлено его руками. По профессии художник-оформитель Олег Владимирович в свое время работал школьным учителем изо и черчения. Но жизненные пути трудно предугадать, а еще сложнее бывает с ними справиться. Я вообще думал, что я никогда не вернусь к этому. Попал в такую ситуацию, что я и не художник, и как-то все компьютеры, и не нужен. И тем не менее это вспоминается, и просит карандаш на листок что-то нарисовать. Возродить любовь к рисованию помог курс реабилитации в областном наркодиспансере. Комплексный подход по био-психо-социодуховной модели. Здесь с пациентами занимаются психиатр-нарколог, психотерапевт, медицинский психолог и социальные специалисты. Немаловажную часть восстановления занимает арт-терапия. Пациенты могут на этих занятиях нарисовать свои проблемы, свое эмоциональное состояние. То есть выражают себя. Эти занятия способствуют снятию стрессового напряжения, которое сейчас очень важно научиться снимать. Они способствуют налаживанию коммуникативных процессов. Знание о том, как справляться с зависимостью, проработка личностных проблем и построение планов на будущее. Отделение работает с 2013 года. Попадая сюда потерянными и нездоровыми, многие отсюда выходят с надеждой на новую жизнь. Самая лучшая благодарность для нас, это когда мы видим наших пациентов в социуме, успешные. Потому что у нас бывают такие случаи, когда люди проходят курс реабилитации, снимают с учета, восстанавливают документы, получают образование. Один из самых важных моментов – восстановление родственных связей, отношений с самыми близкими. Хорошо общаюсь с сыновьями, с сыном, с младшим очень. Он у меня летчик приезжает, его также доктора знают, они с ним общаются. Я, так сказать, не потерянный человек. Мне приятно это очень, что я не подкинутый всеми. Сейчас Олег Владимирович от отделения реабилитации участвует в областном конкурсе «Музыкальный венец». Он представил свои логотипы по двум номинациям – поэзия и музыка. Победители определят 14 июня. А пока благодарный пациент настраивается на возвращение в реальную жизнь. Художник по профессии и призванию Олег Владимирович мечтает открыть свою арт-студию. По выходу, конечно, я хочу работать по специальности. И то, что я мало знаю компьютер, это ничего страшного. Я еще, думаю, сделаю много полезного в этой жизни. Ирина Силкина, Дамир Губеев, Вести, Ульяновск. Почти четыре сотни театров и пять тысяч актеров боролись за звание лучшего в Поволжье. В ПФУ определены лауреаты фестиваля детских и молодежных театральных коллективов «Театральное» при Волжье. В финале проекта участвовали 28 спектаклей из всех субъектов округа. Поставлены они силами молодежных и детских театральных коллективов. Церемония объявления победителей проходила в режиме видеоконференции. В Ульяновскую область в последнем этапе театральных баталий представляли коллективы, признанные лучшими по итогам регионального этапа конкурса. Театр 3Н Чердоклинского центра доп. образования детей показал спектакль «Весна 45-го» по пьесе Андрея Гуркова. Мы поняли, насколько серьезная эта работа, потому что прекрасная сценография, прекрасные режиссуры, большие коллективы. И мы уже знаем, что мы не возьмем призовое место, но нам есть куда стремиться. В категории молодежных коллективов за победу боролось объединение народных театральных коллективов «Фрагмент» и детско-юношеский театр «Дебют». Театр «Верю», действующий на базе Дома культуры «Строитель» в Ульяновске. Со спектаклем «Как ставится пьеса» по произведению Карла Киева. Подготовка шла довольно активно, и лично мы ощущали ту ответственность, которая на нас ложится. Все-таки это большое мероприятие, но при этом соревновательный дух нам хотелось победить. В итоге вот мы финалисты, мы несказанно рады этому. Лучшим молодежным спектаклем стала постановка авторского студенческого театра «17-я скрипка. Корова. Первский край». Детским – постановка театра студии «Театр Алика. Черная курица или подземные жители. Саратовская область». Фестиваль «Театральное привожье» – это окружной общественный проект, реализация которого началась по инициативе полномочного представителя президента Российской Федерации в Привожском федеральном округе Игоря Комарова в 2019-м в год театра в России. Успехи не только на экзаменах. В Ульяновске на льду «Фок-лидер» стартовал окружной этап Всероссийской студенческой хоккейной лиги. В течение трех дней команды будут вести борьбу за путевку в финальный этап состязаний. Среди тех, кто претендует на поездку в Подмосковье – представители Ульяновского института гражданской авиации. Для ульяновской команды «Крылья», представляющей институт гражданской авиации, матч с географическими соседями из Казани особый. Дружина из столицы Татарстана также представляет авиационный вуз, а потому без некого принципиального противостояния не обойтись. При этом определить фаворита не так и просто. Составы студенческих коллективов по определению постоянством не отличаются. Соперниками знакомы, но они, конечно, меняются, как и у нас. У нас сейчас пятая курса практически нет. С пятого ребят, те, которые сейчас летают, то военка, прочее, прочее, по иным причинам не присутствуют. То есть, ну, победить можно только дисциплиной. Только дисциплиной. То есть, дисциплина бьет класс. Это однозначно. Игра получилась напряженная. И в итоге ульяновские летчики одолели казанских авиаторов со счетом 3-2. А это неплохая заявка на выход в финальную стадию соревнований. Решающий этап пройдет в подмосковном Дмитрове. Ульяновская команда участвует в турнирах уже 6 лет. Со времени появления российской студенческой лиги. Заходим в десятку лучших команд Российской Федерации, страны. Десятку лучших команд студенческой хоккейной лиги. Для нас это очень важно. Мы хотим развития, мы хотим играть в хоккей. В турнире должны были участвовать 4 дружины, но коллектив из Чебоксар в последний момент отказался от поездки. Его в спешном порядке заменила еще одна ульяновская команда. Однако основная борьба идет между крыльями из УИГа, казанскими авиаторами и хоккеистами из Морел. Турнир завершится в последний день марта. Игорь Кранцев, Михаил Державин, Вести, Ульяновск. На этом наш выпуск завершен. Далее информация о погоде. А я с вами прощаюсь. Хорошего дня. Сейчас в Ульяновске плюс 3. Атмосферное давление 742 мм артутного столба. Относительная влажность воздуха 70%. Ветер западный 8 метров в секунду. Ветер западный 8 метров в секунду. Субтитры подогнал «Симон»! Ветер западный 8 метров в секунду. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Редактор субтитров А.Семкин